Результаты выборов в Сенат США станут известны только в декабре, в чем причина? Результаты выборов в Сенат США станут известны в декабре, их может решить второй тур в штате Джорджия. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Судьба американского Сената может решиться в американском штате Джорджия, где после подсчетов 99% бюллетеней ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. Избирательная гонка состоялась между представителем. Озвучено Яндекс Спич Кит. Демократической партии, действующим сенатором Рафаэлем Орнаком и претендентом от Республиканской партии Гершелем Уокером, которого поддержал Дональд Трамп. Ни один из них не получил необходимые 50% голосов, хотя Ворнак несколько лидирует в голосовании с небольшим отрывом. Вероятно, не последнюю роль в этом сыграло участие в выборах кандидата от либертарианской партии Чейза Оливера, получившего более 2% голосов. Таким образом, республиканцы потерпят. Ощутимое поражение в штате, который ранее электорально принадлежал им, подчеркивают обозреватели Ройтерс. Напомним, в январе 2021 года именно в Джорджии победа двух кандидатов от Демократической партии во втором туре позволила получить минимально необходимые для большинства в Сенате 50 мест. Дополнительный голос обеспечила вице-президент Камала Харрис. Сейчас большинство американских медиа говорят, что в Сенате демократы и республиканцы получат не менее 48 мест. Кроме Джорджии, неопределенной остается ситуация еще в трех штатах – Аризоне, Неваде и Висконсине. Второй тур выборов в Сенат в штате Джорджия запланирован на 6 декабря. Ранее сообщалось, что Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США не выявило признаков иностранного влияния на выборы. При этом в штате Техас произошли сбой в работе регистрационных автоматов на промежуточных выборах Конгресса США. Специалисты объясняют это техническими проблемами, связанными с их временной синхронизацией. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм. Продолжение следует...